Не за себя переживаем, а за свое дело, говорят работники совхоза Тепличный. До ликвидации одного из участков производства остались считанные дни. Почти каждый обеденный перерыв активисты Тепличного собираются и решают, как спасти от банкротства родное предприятие. Нас сегодня уведомили уже всех, что нас сокращают. Как бы принесли всем бумаги под подпись. Сговор идет, что сегодня второй, а завтра может и первый. Беда Тепличного масштабна. Без работы могут остаться 617 человек. Таков штат совхоза. Рабочие пишут жалобы во все инстанции. Даже письмо президенту отправили. Просит, чтобы предприятие не признавали банкротом. От себя обещают двойную выработку. Сейчас, правда, трудиться на втором участке невозможно. Тепло не поступает. В Теплицах температура такая же, как на улице. 12-10 градусов. Рабочие работают уже в холоде. И продукции, которые находятся в Теплице, тоже уже от нее никакого толка не будет. Сотрудники в развале крупного предприятия винят бывших руководителей и в Рио гендиректора Юрия Зерцалова. Считают, что начальники работали здесь только для того, чтобы обескровить Тепличный, вогнать его в долги и оставить людей на улице. Скорые на выводы коммунисты предполагают, что развал предприятия кому-то нужен. Но даже они точно не уверены, кому. Партийцы планируют ехать в Москву и доказывать важность Тепличного для области перед Министерством сельского хозяйства. Несмотря на заинтересованность определенного круга лиц в банкротстве предприятия, это еще не совсем сейчас случится. Вот насколько я понимаю, процедура банкротства еще не начата. Для того, чтобы она началась, требуется решение суда. Решение суда пока не существует. Соответственно, еще есть возможность предприятия оставить на плаву. По статистике, только 2% предприятий могут выбраться из состояния банкротства. Вероятность того, что Тепличный войдет в это меньшинство, ничтожно мала. Все пути решения проблем совхоза Тепличный ведут сюда. В территориальное управление Росимущества в Ивановской области. Власти региона и рады бы помочь предприятию, но не могут. Оно находится в федеральной собственности. Только здесь нам могут ответить на вопросы, кто собирает совет директоров, кто ставил на пост Зерцалова и насколько ситуация критична. Руководитель территориального управления Юлия Антонова недавно вернулась из Москвы. На совещании Росимущества она предлагала два варианта решения проблемы. Либо санация – процедура, при которой государство погашает долги предприятия, либо скорейший поиск инвестора. На сегодняшний день оптимально – это продажа пакета акций, чтобы пришел эффективный собственник, оптимизировал работу предприятия, и предприятие благополучно начало работать, потому что предприятие интересное и востребовано. Это для Росимущества предприятие уже несколько лет находится в группе риска, как здесь говорят, в четвертой степени угрозы. А для инвесторов оно привлекательно. Покупатели будут, в этом можно не сомневаться. Предварительная цена совхоза Тепличный – 200 миллионов рублей. Мы боремся за предприятие. Предприятие – одно из крупнейших в области сельхозпредприятий. И задача и государства, и правительства Ивановской области сейчас сохранить предприятие. В правительстве региона регулярно обсуждают сложившуюся ситуацию. Больше всего их волнует социальная сторона вопроса. Котельная, сердце совхоза, обслуживала и жилые дома – 10 тысяч человек. Существовал риск того, что жители Тепличного, школа, садик и больница останутся без тепла. Котельную вместе с расходами на содержание решено передать в аренду Ивановскому муниципальному району. Задолженность предприятия перед Межрегионгаз не должна сказаться на жителях. Могу пообещать, что мы сделаем все возможное, чтобы отопление стало качественнее и лучше. И обеспечение горячей водой также. Потому что забираем мы не только котельную, а забираем весь комплекс инфраструктуры ЖКХ. С совхоза Тепличный – это и водозаборные, и водочистные сооружения, и канализационные. То есть полностью берем на себя все, что раньше обслуживал совхоз Тепличный. На сегодняшний день совхоз задолжал «Газпрому» 44 миллиона рублей. Долг копится с апреля. Межрегионгаз Иванова ограничил объем тепла до уровня необходимого для отопления объектов в социальной сфере. Межрегионгазу нужны гарантии, что долг будет погашен. Пока их нет, о подаче топлива в теплице и речи идти не может. Это видео нам предоставили сотрудники Тепличного. На территорию второго участка журналистам попасть непросто. Рабочие говорят, что при первом морозе неотапливаемые теплицы сложатся, как карточные домики. И восстановить их будет практически невозможно. Промедление здесь смерти подобно. На первом участке совхоза пока есть и электричество, и тепло. Работа идет, урожай сотрудники собирают. Но руководство им намекает, что впору собирать вещи. Срок дали 10 дней. В данный момент, конечно, все уже в абсолютном состоянии паники находятся люди. То есть сейчас уже начинают писать заявления об увольнении. Их начинают увольнять уже одним числом. Ну, то есть с этим же днем никаких обнадеживаний уже нет. Все говорят, ситуация небезнадежна. Из нее теоретически есть выход. На практике сотрудники Тепличного его не видят. 19 ноября в арбитражном суде решится, будет ли на предприятии введена процедура наблюдения. Внешне управляющий определит, не является ли банкротство преднамеренным. Если признаки саботажа будут доказаны, то виновные понесут реальное уголовное наказание. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, Олег Мелехин, РТВ Иваново.